Снег в Омске, как и в прошлом году, лег рано. Кому-то радость, а кому-то проблемы. Наш следующий материал о проблемах тех, на которые большинство горожан внимания не обращают. Первый снег для маломобильных групп населения в Омске часто означает только одно. Теперь путь закрыт. Динар Ганеева продолжит тему. Самый новый подземный переход Омска у Голубого Огонька проектировщики старались сделать максимально удобным для маломобильных групп населения. Предусмотрели подъемники. Предполагалось, что спуститься или подняться можно будет просто нажав на кнопку. Мы приехали проверить, насколько хорошо работает подъемник в холодное время года. Но даже кнопку для вызова найти не смогли. Механизм уже в октябре заботливо укутали и закрыли на замок. При этом на техобслуживание и установки только в этом году планировали потратить свыше 140 тысяч рублей. Не меньше денег мэрия вкладывает в безбарьерную среду для слабовидящих. Увидеть ярко-желтые дорожки для слепых можно практически во всех округах города. Но осенью под слоем снега и грязи тактильная плитка больше напоминает полосу препятствий. Тут она вбок идет, да, по идее? Ну, видите, вот трость у меня идет вот так, свободно совершенно. То есть она не прочищенная. Она что есть, что нет. Летят эти же самые чиновники, они постоянно в Европе отдыхают, да. Вот, они видят, как это все делается. Неужели нельзя просто элементарно опыт чужой перенести? В Швеции, в Норвегии такой же климат практически, да. Но у них почему-то чистят тротуары. Доступная среда, судя по отчетам чиновников, развивается. Так, путепровод на 15-й рабочей открыли 5 сентября. Здесь тоже предусмотрены подъемники для тех, кто не может пользоваться лестницей. Лифты, то есть уже работоспособные, в готовности, в полное все остальное. Обучаем их персонал. Но спустя почти два месяца никто не берется ответить, когда лифты заработают. Вложить деньги в инфраструктуру мало, объясняет инвалид первой группы Сергей Гезиков. По собственному опыту знает, даже за пандусом во дворе нужно ухаживать. А пока отношение к инвалидам остается прежним, доступная среда заканчивается за порогом квартиры. Мое мнение, вот тот, кто это строит и проектирует, но не так трудно. Сядьте вы в коляску инвалидную, в которой сидит инвалид, и попробуйте сами воспользоваться той конструкцией, которую вы построили. На том же Любинском проспекте. Там на лестницах сделаны такие бетонные желоба, колея большая, угол наклон очень большой, но явно инвалид не поднимется и не спустится на них. На этой неделе тактильная плитка появилась у библиотеки имени Пушкина. Слабовидящие мечи возмущены, как и в прошлые годы ее снова укладывали в снег. Впрочем, для официального отчета мнение инвалидов не главное. Динара Ганеева, Антон Щетинин и Виталий Двораковский. Новости здесь, Омск.